Коллеги, всем привет. Меня зовут Александр Чуйко. Я Atlassian-специалист в Mail.ru. Опыт с Atlassian у меня два с половиной года. Сегодня хочу поговорить с вами о скриптрайнере, рассказать о нашем опыте его использования. А кто вообще с ним знаком, кто вообще использует его у себя на системе? Наверное, все, да, но по рукам не все. Тогда в двух словах о том, что он из себя представляет. В первую очередь, это набор различных workflow-функций, GQL, каких-то дополнительных методов, запросов, листенеров, всевозможных утилей для администратора, вроде как зайти по другим пользователям, какой-то риндекс запустить и так далее. И главная его фишка – это запуск, собственно, груби скриптов, какая-то кастомизация всех этих workflow-листенеров и так далее, о которой сегодня, в общем-то, и пойдет речь. Минимум какого-то стандартного подхода и наиболее интересные решения. Его консоль выглядит, в общем-то, следующим образом. В ней вы запускаете скрипты, смотрите какой-то результат, он отображает всю верстку HTML-ную. И, в общем-то, основное место работы – запуск, тестирование скриптов. Эти скрипты можно помещать в различные кондишены, валидаторы постфункции, как-то сам процесс программировать, кастомизировать. Можно в листенеры вешать запуск скриптов на какие-то ивенты и их отрабатывать соответствующим образом. Можно создавать скрипт-филд, который… Это поля, результатом которой является результат вашего скрипта. Можно периодически как-то запускать эти скрипты по крону, по GQL. В общем, все это настраивается, все это через вот такие интерфейсы делается. Можно на REST ваш скрипт как-то повесить, и тоже как-то, в общем-то, все это у себя в процессах, в работе использовать, придумывать на базе них какие-то решения. По поводу статистики масштабов, с которыми мы работаем в рамках этого скрипта, это более 7500 инлайн скриптов всевозможных, более полумиллиона строк в них. И, в общем-то, со всем этим надо иметь дело, как-то работать, поддерживать. И на основе вот этих данных, после того, как мы со всем этим поработали, у нас появился шаблончик некий, в котором разбиты по, скажем так, по темам некие вспомогательные методы, которые помогают всю эту логику, в общем-то, реализовывать без лишнего обращения к документации, к каким-то поисковикам, к сообществу и так далее. Представленный набор небольших тем, по которым, в общем-то, все это разбито. Прошу прощения. Как-то все выглядит. У нас в GitHub есть репозиторий, ссылочка на него будет в конце, где по файликам, в общем-то, разбиты все эти методы, и следующим образом они выглядят. То есть нужны вам какие-то линки, допустим, на тикеты, вы не смотрите, к какому менеджеру, к какому классу надо обращаться, просто копируете метод в соответствии с описанием и передаете ему какие-то данные, результат, в общем-то, сразу получаете. То есть простой копипаст, вот такое решение, такие вот подходы для быстрого написания какого-то шаблонного кода, каких-то шаблонных реализаций, потому что, ну, сами понимаете, очень часто требования, в общем-то, в той или иной степени повторяются. Небольшой примерчик его использования. У нас задача, допустим, мы в проекте создали новый security level для тикетов, его теперь надо определенным таском проставить. Стандартного функционала на этот счет, в общем-то, нет. И если вы знакомы с гру, если у вас есть этот шаблончик, для вас это никакой проблем не представляет. Заходите в соответствующие как-то файлики, где собраны, допустим, методы для работы с GQL, копируете его, вставляете дальше методы для апдейта таска, собираете это вот в такой скриптик, и у вас задача, в общем-то, решена. Простым копипастом вы скармливаете просто GQL, в рамках которого вы хотите проставить какие-то значения, и, в общем-то, дальше, опять же, шаблонные методы, все это используете, у вас задача, в общем-то, решается за пару минут, которые из коробки вы никак решить не можете. Другой пример, тоже довольно частых задач, это импорт, экспорт данных в каких-то специфических форматах, либо наиболее популярный там XML, JSON. Груви, он из коробки очень хорошо с этими форматами работает, и от вас, в общем-то, требуется только распарсить эти данные, а дальше скормить их определенным методом, в зависимости от вашей задачи. В данном случае у нас есть некий XML, и мы его конвертируем вот в такую HTML-табличку. Опять же, из кода, из самого программирования здесь столько парсинга XML, стандартными груви-средствами, и дальше скормим эти данные просто готовому методу, шаблонному, и у нас результат, в общем-то, очень быстро готов. Другой пример задач. Jira-администраторы довольно редко имеют прямой доступ к базе данных, но бывает ряд кейсов, когда вам необходимо сходить в базу данных, что-то сделать. И чтобы не дергать там либо администраторов, либо от них может долго этого добиваться, вы можете прямо с груи, в общем-то, выполнять какие-то запросы. В данном случае у нас просто селект какой-то, который вот в таком виде просто выводит данные из таблиц, которые мы запросили, и уже с ними можно как-то работать. Можно селект, можно апдейт, и на все это в шаблоне методы есть. О особенности компиляции, и, в общем-то, эти особенности тоже можно использовать. Так как под капотом все это Java у нас, кто знаком, у нас работает вся статика, то есть мы в рамках скрипта можем создавать какие-то классы, помещать в них какие-то статические данные и их использовать. В каком кейсе это может пригодиться? Допустим, у вас workflow, процесс, в рамках которого тикеты должны назначаться на сотрудников поочередно. В таком случае вы можете просто сделать такой статический счетчик, который отрабатывает при каждом запуске этого скрипта. Он показывает, допустим, что этот скрипт вы всего запускали 4 раза. И дальше на основании этого счетчика уже какую-то логику реализовывать. Другой частый кейс, который, в общем-то, тоже с помощью груви, в общем-то, решается, это различные процессы согласования. Процессы, вот эти вот согласования, они бывают сложные, запутанные, и не всегда они хорошо ложатся на workflow в том или ином виде. Либо это очень много статусов, либо это какие-то там дублирующиеся всякие переходы. Порой проще сделать это через один статус с программированной логикой. Когда вся цепочка согласования у вас записана в кондишенах, постфункциях, и в зависимости от входных данных пользователя, тикета, у вас талинная логика отрабатывает, и процесс, в общем-то, в каком-то виде движется. Еще. Как, допустим, сделать в данном случае простой такой реализации согласования через один переход, через один статус? У вас есть два поля. В первом вы храните список тех, кто не согласовал, чьи апрувы требуются. Во второй вы будете помещать юзеров, которые уже согласовали, те, кто нажали на определенный транзишен. Дальше у вас есть условия, которые… Ну, кондишен, в общем. Оно в зависимости, допустим, от того, есть ли пользователь текущий, который заходит в поле, что от него требуется отпрув, либо что он, допустим, приоттачил файлы определенного формата, либо что он там в группе в какой-то стоит. То есть вы вешаете какие-то условия, вешаете какие-то валидаторы, там на сам транзишен, допустим, что это будет либо сверка, что по данному тикету не ведутся работы в какой-то нашей сторонней системе, либо вы в рамках постфункции, после того, как он нажмет, должны либо там REST какой-то вызвать, либо там обновить какое-нибудь поле. Прошу прощения, мне нормально слышно, а то фонит, по-моему, немножко. Вы набираете, в общем-то, постфункции, опять же, можете шаблоны, в каком-то виде все это программируете, кастомизируете. После того, как у вас все пользователи оказываются в поле, что они все согласовали, то есть процесс опрува пройден, вы просто дергаете метод для вызова следующего транзишена, и таким образом у вас, когда все нажмут «Согласовать», у вас тикет идет дальше по workflow. Бывает ситуация, что ваши скрипты несколько разрастаются, и с этим надо иметь дело. В таких случаях рекомендация, в общем-то, что пишите для людей, для своих коллег, что с этим рано или поздно и вы в том числе столкнетесь, и не факт, что вы будете помнить, с чего все это началось вообще. Поэтому рекомендация пишите для людей. Пример использования REST-сервисов на базе Groovy. Например, отчет в каком-то виде. В данном случае у нас, когда юзер переходит по URL, указанному выше, если он обладает правами для чтения данного отчета, все это настраивается, опять же, в REST-сервисе. Для него открывается, в общем-то, вот такая HTML-табличка, в которой собран GQL, определенный фильтр, и данные сгруппированы по, прошу прощения, по исполнителям, которые стоят в роли девелопера в определенном проекте. Здесь исполнитель, здесь какая-то статистика по исполнителям, и дальше набор e-link на GQL, который переходит, в общем-то, на тикеты самого пользователя. Как, в общем-то, такие отчеты делаются? Берется шаблонный метод для вызова GQL, опять же, как-то эти данные обрабатываются, то есть создается там структура данных, там collection, map какая-нибудь, с временем, там, с estimation, допустим, все это в каком-то виде собирается, в виде листов, допустим, с данными, скармливается, опять же, там, нашему стандартному методу, который переводит все это в HTML-таблички. При желании можете там стиле, не стиле навесить какие-нибудь. И, ой, прошу прощения, и, в общем-то, на этом все. Вот такой вот отчет у вас будет готов. Давайте вопросы в конце, да, чтобы не сбивалось, и, возможно, я отвечу на ваш вопрос в рамках. Пример использования листнеров для интеграции, допустим, с другой джирой. Мы отлавливаем какой-то ивент, допустим, апдейт. Дальше проверяем, что это тот тип тикета, который мы собираемся отрабатывать, который мы должны. Смотрим, что мы апдейтим именно наше поле, которое мы хотим отслеживать, потому что, возможно, вы не все поля хотите, только определенные апдейты отслеживать. Смотрим, что у этого тикета есть связи с какими-то сторонними системами, то есть есть линк для интеграции с другой джирой. Есть, что мы смогли создать контент на основе вот этого информации из тикета, который мы отловили. Дальше, опять же, скармливаем все это стандартным методом, то есть просто указываем URL какой-то, указываем в формате JSON, допустим, некий контент, который мы по данному URL хотим отправить, ну и юзер там, от имени которого все это делается. Рекомендация по поводу листнеров – это создавать подобную структуру ретернов для максимально быстрого выхода из условий, чтобы у вас невалидные данные лишний раз и код не гоняли, потому что все это в одном потоке исполняется и может негативно сказываться на пользовательском интерфейсе, и лишний раз зачем код вызывать, даже если он валидный, в общем-то, отработает ваши данные, там вернет null, но зачем вы как бы все это будете гонять. Поэтому вот подобная структура с максимально быстрым выходом из листнера. Несколько примеров эскалейшенов. Опять же, это некие отчеты, которые по расписанию отправляются менеджерам на почту. В данном случае у нас есть некий спринт, и менеджер хочет сразу видеть тикеты, по которым не велась работа в данном спринте, допустим, которые не успели отработать, ну, то есть где команда накосячила в каком-то виде. Опять же, по определенным требованиям, по определенным параметрам все это формируется. Там GQL, не GQL, это уже в зависимости от потребностей, и отсылается на почту менеджера в виде вот такой таблички. Дальше он с ней уже как-то работает. Да, это немножко примеров, как вызывается все это. Опять же, наш вызов GQL, какие-то анализы истории тикета, то есть вытаскивание каких-то полей, возможно, менеджеру интересуют, там, менялась ли версия, допустим, либо еще что-нибудь в этом тикете за определенный период, и дальше отправляется все это на почту. Бывает ситуация, когда скрипт может разрастаться очень в большие объемы, и не совсем логично использовать его, скажем так, целиком в одном месте, когда это там тысяча строк в одном скрипте, это не очень хорошо. Поэтому есть смысл выносить это в некие постфункции тикетов, которые мы, в общем-то, в рамках эскалейшена будем вызывать. То есть вот в данном случае вместо одного скрипта у нас 27 каких-то постфункций, которые там какую-то логику отрабатывают, помогают, в общем-то, все это отменить, за всем этим следить. Подобные кейсы тоже, в общем-то, имеют место быть, с них надо иметь в виду. Быстренько о полях. Поля хороши, когда они возвращают один из, скажем так, определенных в скриптрайнере типов данных, потому что на каждый из этих тип данных у поля есть свои серчеры, и можно этим полем пользоваться, в общем-то, в GQL. В данном случае у нас используется простой текст. Опять же, простой HTML вводится в качестве результата поля. Это список оттачей, но даже вот такая простая реализация позволяет уже искать тикеты, которым прикреплены, допустим, картинки в каком-то там PNG, либо там PDF-документ. То есть уже какой-то поиск по оттачам у нас в таком быстрой реализации есть. Другой сценарий использования полей – это для некой визуализации информации, допустим, для того же самого согласования. У нас либо из полей, либо из истории, в зависимости от workflow, от потребностей, собираются какие-то данные, они в рамках этого поля обрабатываются, и дальше мы видим, кто согласовал тикет, кто не согласовал. И вот в такой, в общем-то, картине у нас на странице поиска через GQL сразу видно, что в каком статусе, что как, в общем-то, у нас двигается, не погружаясь в тикет. Использование полей для… точнее, в рамках сторонних каких-то сервисов для анализа данных Jira. Это может быть из EBI, это может быть какие-то сторонние решения. Здесь что? Они хорошо работают с числовыми, с текстовыми полями, но есть особенности, допустим, в рамках EBI того же самого, что несмотря на то, что поля у нас возвращают динамические данные, они все же в рамках EBI корректны и действительны на момент импорта. То есть несмотря на то, что у нас в Jira информация, это в этих полях уже может поменяться, в EBI у нас данные останутся те, которые актуальны на момент последнего импорта, со всеми вытекающими. То есть тоже надо либо чаще апдейтить, ну, в зависимости от ваших отчетов, подобный кейс надо иметь в виду. Такая же история с индексами. Опять же, вы вбиваете какой-то GQL по динамическому поле и смотрите, что он у вас возвращает тикет, но данные в поле там совсем другие. Это значит, что у вас в индекс ваше значение не попало. В индекс значение динамического поля попадает, когда этот реиндекс тикета вызывается. Это либо апдейт самого тикета, либо явный вызов метода реиндекс у API Jira. Поэтому, когда работаете с полем, очень важно помнить про индексы, иметь в виду, как они будут в GQL отрабатывать, насколько на ваши кейсы потребности заложится поиск по этим полям. И, в общем-то, если по ним надо искать, если их надо часто импортировать, иметь в виду и в случае необходимости какие-то, в общем-то, решения придумывать, решать. Еще одна опасная вещь в рамках полей это использование GQL, опять же, из-за индексов. В данном случае у нас в рамках тикета есть несколько вкладок, на каждой из которых показаны результаты некого GQL, который составляется динамически на основании данных самого тикета. То есть вот такие вот три вкладочки, на каждой из которых просто поле, которое возвращает вот такое GQL. Опять же, здесь надо обязательно тестировать и проверять, как ваше поле будет отрабатывать в случае реиндексов, в случае битых индексов, потому что наверняка сталкивались часто с ситуацией, когда с индексами что-то случается, и у вас поле из-за этого может полететь, может стопорнуть реиндекс, и в крайнем случае, в общем-то, надо его либо отличать, но, в общем, надо проверять, как ваше поле работает с индексами. Тщательно проверять, отлавливать эксепшены в случае чего, чтобы Jira сама не тайм-аутила, и спокойненько, в общем-то, даже в случае неверных каких-то данных, просто шла мимо этого поля и не падала, никаких эффектов дополнительных не вызывала. Другой особенность этих филдов является то, что их view можно кастомизировать. У них есть velocity-шаблон, который настраивается рядом с кодом, и можно, в общем-то, вот такие вот красивые вещи, опять же, с помощью скриптранера реализовывать. Это интерфейс, где настраивается. У вас есть окно для ввода velocity-шаблона, которое будет отрабатывать при отображении этого поля. А ниже, в общем-то, вы код этих данных настраиваете, то есть саму логику этого поля. Другой пример работы поля – это, опять же, view, но в связке с JS-инклюдером, как, например. У нас есть поле флаг с комментарием. То есть вы под каждым флагом, под каждым опшеном можете оставить какой-то комментарий, и все это будет вот так вот выглядеть на создании либо редактировании, и вот так вот будет отображаться. У нас есть некие опции, есть некая дополнительная информация, и есть, в общем-то, комментарии по данной опции. Как оно, в общем-то, делается? Берется поле, чекбокс обычный ваш, берется некий мульти-лайн-текст, внутри которого вы будете хранить ваши данные, то есть связь между опшеном и комментарием. Ну, мы выбрали, допустим, там JSON-чик, как наиболее простой. Дальше с помощью JS-инклюдера вешаете скрипт для отображения, ну, для корректного отображения связи между данными и опшенами на create, на edit, и на view можете повесить, в общем-то, скрипт филдовый, который будет отображать данный тикет. Можно точно так же через JS-инклюдер на view тоже связывать эти данные и отображать такую же табличку, но тогда у вас не будет доступно это поле в таком формате через GQL. Потому что в таком формате, когда у вас отдельное поле для связи между, ну, для отработки, скажем так, этого JS-кода, у вас появляется возможность использовать ее на странице поиска, то есть для вывода этой информации куда-то не с помощью JS-инклюдера, а с помощью этого поля. А, как-то так. Более сложный пример работы поля, его отображения, его JS-HTML-составляющие. И у нас в данном случае поле, которое позволяет редактировать данные тикета прямо со страницы поиска. То есть у нас вот это обычная страница поиска, где вы нашли какой-то тикет, у него есть три поля, каждый из которых, допустим, проставив флаг, либо выбрав новый статус какой-то, у нас данные отправляются по REST-у в сам тикет, и оттуда прямо отображаются, там прямо обновляются. Зачем это нужно? Ну, допустим, у вас там очень много тикетов, их надо как-то постоянно отмечать, что там, допустим, я его просмотрел, либо неохота каждый раз влазить там либо в дополнительные опции для каждого тикета, либо проваливаться в него каждый раз. Можно вот такой JS повесить и отсюда прямо выбирать, в какой статус перешли. Как, в общем-то, еще одна фишка, прошу прощения, отображение этих полей, это то, что они вместе с Atlassian продуктами, допустим, Confluence, используют один и тот же, одни и те же библиотеки для отображения, и у вас это же поле, в общем-то, без каких-то доработок, будет точно так же работать в Confluence. Вы, то есть, интерфейс Confluence вывели некий тикет, вот эти вот его поля, и теперь вы из Confluence можете от имени текущего пользователя, так как библиотеки все одни и те же, обновлять какие-то данные по тикету, в общем-то, прямо из Confluence, не заходя в Jira, не переключаясь, в общем-то, вот такой вот кейс. Опять же, вот у нас в Confluence страничка, где все эти поля выведены, и человек может, в общем-то, пройтись по этим тикетам, прямо в Confluence проставить, что он сделал, что он не сделал, актуализировать данные, не переключаясь, никуда не заходя. Но все вот эти вот крупные доработки, это, конечно же, скажем так, не самые красивые, возможно, какие-то решения, но просто демонстрация того, что на Groove можно сделать без использования плагинов, не знакомства с SDK от Lassian, без Java и так далее. Но всему свой инструмент и особо крупные решения, конечно же, лучше переносить в виде отдельного плагина. Это и логичнее, и понятнее будет в плане поддержки, когда у вас весь функционал собран в одном плагине, и все, что касается данного процесса, в общем-то, у вас в одном джарничке там собрано все это. Несколько рекомендаций по поводу введения всех скриптов. Это в первую очередь связь между требованиями и кода. Хоть в каком виде, если у вас есть гид, если вы там логируете, все это ведете, хорошо. В крайнем случае, хотя бы комментариям указывайте, в рамках которого тикета был создан, написан данный скрипт, это уже крайне облегчит вам задачу, когда вы вернетесь на доработку либо какую-то еще работу с данным скриптом, с данным процессом. Потому что бывают ситуации, когда ты заходишь в workflow, смотришь, а что это вообще такое, а не сломает ли это, если я это удалю. А в таком случае у вас, в общем-то, появляется заказчик данного функционала, и вы уже с ним можете как-то этот вопрос решать. Еще рекомендации по поводу того, что используйте, несмотря на возможность, соблазн какой-то, функционал по назначению, и обязательно следите за рекурсиями между какими-то сложными вашими схемами, которые вы натворили. Как пример, допустим, не стоит в листенере отлавливать апдейт таска, и в рамках его логики как-то еще апдейтить этот таск, чтобы он выкинул еще один ивент на апдейт, и, в общем-то, подобные проблемы могут быть по неопытности. Точно так же не стоит вешать логику, которая апдейтит данные на какие-то валидаторы, кондишены, то есть там, где им явно не место. Груви, он язык, скажем так, очень функциональный, на нем очень много можно писать и в плане синтаксиса каких-то конструкций, и поэтому аккуратнее со знаками присваивания и сравнения, потому что обычная проблема может случиться, если вы в кондишне напишите, или по ошибке, конечно же, перепутаете знак присвоения с равенством, а потом заходите в тикет, и выясняется, что у вас на view почему-то данные поменялись. И далеко не сразу вы догадаетесь полезть в кондишн и искать там какую-то ошибку, хотя такая, в общем-то, на нашем опте было место быть. Обязательно, конечно же, еще раз следить за индексами, за реиндексами, особенно, когда вы работаете с полями. Проблемы могут быть, могут быть неочевидными, поэтому всегда тестируйте, проверяйте. Хорошо, если есть у вас дев-сервера какие-то, на крайнем случае, в консоли все тщательно проверяйте. Если у вас там как-то не автоматизировано. И, в общем-то, проверяйте, отлавливайте ошибки, и тогда со всем этим будет довольно просто работать, поддерживать, и Groovy Rainer будет, в общем-то, ваши процессы ну, я не знаю, улучшать, умощнять и так далее. Ну и на этом, в общем-то, вся моя презентация. Если у вас есть какие-то вопросы, буду рад на них ответить. Да, друзья, давайте три вопросика у нас, и будет перерыв. У кого-нибудь есть вопросы? Алексей, а расскажи по поводу отчетов, вы куда их выводите? То есть ты их выводишь в запросы там, где именно поиск идет, то есть вызываешь некоторые GQL и прямо в структуре запроса отображаешь данные? Или же вариант, собственно, номер два, ты пытаешься этот скрипт, собственно, вызвать в рабочем столе и там показать отчет? То есть как выводите отчеты? Смотри, когда, если мы выводим отчет в скрипте, прошу прощения, в поле, то да, мы действительно можем на дашбарде прямо выводить результаты этого поля и у нас прямо на фильтре, на доске будет отображаться. Это все зависит индивидуально от потребности заказчика, то есть какой-то дашборд. Если ему не нужен дашборд, то мы можем этот отчет на REST куда-то повесить и тогда он будет по ссылочке просто переходить и видеть данный отчет. Мы можем на почту куда-нибудь отсылать этот отчет, то есть все индивидуально. У нас очень много заказчиков, поэтому мы подходим, в общем-то, индивидуально, как ему надо, как ему удобней, как он, в общем-то, требует, так и делаем. У меня чуть другое. Я понял, что вы делаете структуры таблички именно в поле. Меня интересовало, когда вы отчет строите именно не в поле, не в каком-то филде, когда вы пытаетесь результаты работы скрипта, еще что-то в этом духе вывести через… То есть, например, GQL сам этого сделать не может, как в этом скрипте образно в сил-менеджере ты вызываешь с помощью GQL сам скрипт. Указываешь, он показывает вот именно в привычном интерфейсе тебе результаты, собственно говоря, того, что выполнил именно скрипт. Я про это спрашиваю. То есть, это получается, ты его сохраняешь? В стандартном интерфейсе в консоли он точно так же все это будет отображать. Ну, или… Ну, я с одной стороны про гаджеты, да. В гаджетах ты выводишь поле и они тебе отрисуются. Но вы все-таки в поле запихиваете, насколько я понимаю. В зависимости от потребности. Как надо человеку. Если ему надо ввести данные отчеты на дашборде в гаджетах, то да, мы засовываем это в поле. Если ему этого не надо, то мы засовываем какое-то другое место. Окей. Ну, если больше нет вопросов… А, есть. Если не секрет, а как вы делаете навигацию по этим семь с половиной тысячей истории как-то там будет это первая история, а вторая вот о том, что я не рассказывал по поводу введения версий как изменений и как вы отслеживаете у нас было ничего и стрим мнений снижение. Я понял. Ну, я постараюсь также, в общем, на все это ответить. Да, мы ведем гид в каком-то виде. Большая часть скриптов у нас это инлайн скрипты ввиду того, что несмотря на то, что у вас есть процессы, где одна и та же логика вроде бы вот один в один, тот же скрипт можно переиспользовать, но потом приходит владелец процесса и говорит, что ой, а вот на этом транзиции мне нужна вот такая вот ерунда и поэтому у тебя либо куча версий одного из того же скрипта, который на одну строчку отличается, либо у тебя везде просто изначально разные инлайн скрипты и ты везде независимо от того, ты не боишься, что где-то еще этот скрипт срабатывает, ты его где-то сломаешь, ты меняешь в том месте, в котором нужно. Точно так же у нас есть связь между требованиями и самим скриптом, то есть мы видим в рамках какого тикета мы где, в общем-то, какие скрипты правили, где постфункции, где валидаторы, у нас все это в именах, файлах, в ЕГИТ-системе у нас все это хранится и поэтому мы, в общем-то, когда приходят какие-то требования, доработки, мы, в общем-то, быстро можем найти, посмотреть, как все это, где надо изменить, где отредактировать. В крайнем случае у нас есть инструментарий для выгрузки инлайн-скриптов, то есть для работы уже непосредственно с workflow. Да, может, тогда я вопрос задам. Но первый вопрос, как вы это все дело тестируете, это первый вопрос. Второй вопрос, скрипты находятся в виде какого-то вики, то есть где мы можем брать их и копировать, почему бы не сделать стандартную библиотеку. Ну, по сути, силы, в общем-то, он это и сделал, но только это плагином, но в скриптрайнере можно тоже это сделать как бы стандартной библиотекой. Ну, там, например, установка security level, там, выбор issue, там, я не знаю, что еще там, создание issue, там, update. Можно тоже сделать стандартными процедурами, их просто вызывать и как бы не копипейт сделать, а просто вызывать. Мне кажется, что так процесс разработки, ну, скорость увеличится. Вот. И третий вопрос, пользуетесь ли вы вот юнит-тестами, которые есть в скриптрайнере? Наверное, хватит. Начну с тестированием. Да, у него есть функционал юнит-тестирования, мы его, в общем-то, не используем. Какой-то более сложный функционал мы все же пишем в плагинах, где все это при необходимости покрываем тестами. Касательно самих скриптов, так как это небольшие, зачастую шаблонные реализации методов, то, в общем-то, ограничиваемся тестированием в консоли и прогонкой, в общем-то, вручную всех этих workflow, что ничего не сломалось. По поводу оформления все это в виде отдельной библиотеки. Опять же, из-за того, что очень часто требования меняются буквально в одной строке, библиотека может не сработать. Да, у тебя будет метод для вызова этого GQL какого-то, но тебе окажется, что в рамках этого GQL тебе понадобится что-нибудь другое. Либо как-то апдейтить поле по-другому, либо сделать какие-то там особые настройки при обращении к базе данных. Поэтому это набор именно копипасс скриптов, которые в случае необходимости ты можешь под себя доработать, то есть под ваши какие-то потребности у вас может сформироваться ваш шаблончик. Не говоря о том, что вот эту стороннюю библиотеку ее тоже, не очень удобно подключать. Это завязка на, опять же, на какую-то одну реализацию, которую ты не можешь никак доработать в случае необходимости. субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,